Добро пожаловать на мой канал! Рада приветствовать всех вас! Если вы кушаете, то приятного аппетита и давайте есть вместе! У нас сегодня с вами панкейки, груша. Кстати, груша у меня просто ассоциируется с бабушкой. У меня бабушка всю жизнь ела груши. Я не помню ни разу, когда я шла в супермаркет и покупала груши, всегда кто-то привозит бабушке груши. Ну, такой, знаете, у нас завтрак и нутелла. В общем, если честно, сейчас изрядно у меня испортилось настроение. Могу объяснить, почему. Я когда села снимать это видео, я всегда проверяю микрофончик и смотрю, какие файлы у меня есть на флешке, чтобы видео вдруг не оборвалось. Делаю такую проверочку. Деревенские яйца. Когда я делала проверочку, я заметила, что у меня есть файлы. Взяла, удалила один из файлов, потом открыла и посмотрела. Оказалось, что это видео. Мук-банк, который я не выложила. Который я даже не кинула на компьютер. У меня как на фотоаппарате, на камере. Видео длиное длиннее 12 минут автоматически сразу разрезается на два файла. А это видео длиное было 18 минут, и получается, концовку срезали. А я удачно удалила концовку. И знаете, что больше всего бесит? Потому что в этом видео я доела до конца огромную порцию. Тут бас! Это все удалилось. Но ничего, видео я все равно выложу. Потому что начало есть, 12 минут есть. Это тоже немало. Мне так часто просили приготовить лагман уйгурское блюдо. Наверное, чаще только без шпармах. Просто по многочисленным запросам я приготовила. Точнее, мама приготовила. Я сняла. И вот такая шляпа. Прикиньте. У меня однажды было такое. Я одна села снимать видео с миди. И в общем, я сняла все до конца. А потом оказалось, что звука нет. Подвел микрофончик. Просто на нем села зарядка. На батарейке села зарядка. И все. Шляпа. Причем, знаете, закон подлости. Только в самых лучших видео всегда пропадает звук. Происходят какие-то косяки. Несколько дней мы все жарим на масле деревенском. Это прям кайф. Оно стоит ужасно дорого. Зато, когда ты его ешь утром на завтрак, когда ты, не знаю, готовишь вот яичницу приготовили на деревенском масле. Это такой кайф. Я не знаю, это само внушение. Оно на самом деле очень вкусное. Масло, яйца, молоко деревенское топ. Особенно масло, которое мы покупаем сливочное в магазине мне вообще не нравится. Я специально хлебушек взяла, чтобы сделать вот так. Потому что масло то самое. В деревне тоже все уже подняли цены. Раньше мы яйца покупали по другой цене. Сейчас по другой. У нас есть соседка рядом. И она предложила маме купить горох. Но маме горох нафиг не сдался. У нас дома особо, вы сами замечаете, в мукбанках тоже гороха нет. Она посадила, видимо, у нее остался. Но, естественно, она предложила продать. И сказала такую сумму, за которую можно и в городе купить этот горох. Намного дешевле, в общем. Начала уговаривать. Что вот такой классный горох, купи, тебе понравится и так далее. Мама говорит, да у нас никто не ест. У нас на самом деле никто не ест. Видели мукбанг с горохом какой-то? Вот. Мама объясняет, что у нас не едят. Я начала перечислять блюдо, которое можно приготовить с горохом. Мама говорит, что уже скоро весна. Скоро уже свежий горох можно будет покупать. Мама говорит, я была удивлена, насколько человек хочет продать и как бы не стесняется этого. Предлагают разные блюда. Вот. Можно это приготовить, можно то третье, десятое. Ну, в общем, мама культурным образом отказала и закрыла тему. Начала говорить про что-то другое. Соседка смирилась. И все. И тут у меня бабушка. Пошла в огород. Встретила нашу соседку. Наша соседка начала, вот у меня есть такой горох, тары-пыры и так далее. То есть, мама отказала, бабушке продала. Продала до хрена. Просто гороха. Куда мы его девать будем, я не знаю. Но в любом случае у нас тяжелая артиллерия это бабушка. Крайний случай, можно предложить бабушке, она купит. Бабушка приходит с огорода и говорит, соседка-то наша горох продает. Так меня начала уговаривать, что мне стало неудобно, пришлось купить. Мама говорит, я прошла через это же буквально день назад. но я не купила. Бабушка говорит, ой, так неудобно. Начала перечислять блюда, которые можно приготовить с этим горохом. А я-то, говорит, его не люблю. И ничем. Купили горох. В Тридрога и тащили из деревни черный хлеб. Топ. Ну ничего, как я всегда говорю, продуктов лишних не бывает. Еще с детства папа всегда приучал, что не надо ходить в супермаркет за одним килограммом картошки. Папа всегда покупал, не знаю, там, мешок, а то едва и на зиму. Чтобы не бегать. Самое главное, мой отец всегда говорил, чтобы дома были продукты. Все остальное будет нутелла, груша, да и вообще вот эти все крупы папа всегда покупал, привозил и говорил, не бегайте по мелочам в супермаркет. Сходили на рынок, купили, когда в больших объемах покупаешь и дешевле продают. папа построил погреб. Погреб у нас тогда частный дом был. Сейчас его нету. сегодня хочу себе купить кроссовки хорошее. Не знаю, найду, не найду. Должно встретиться с Шелли. Прям тает во рту. Это реально. Наконец-то ушели отпуск. Она планировала у меня остаться с ночевкой, потому что мама должна была приехать 20 числа, а не 10. а сегодня один стоял. Мой брательник Аднюха. Не знаю, смотрит он или нет, но я желаю тебе крепкого здоровья прежде всего. терпения. Все потихоньку будет. так что сегодня будем конкретно закупаться всем необходимым. Я вот очень извиняюсь, элементарно, например, туалетная бумага, там, не знаю, какие-то салфетки влажные, какие-то средства гигиены. Я обожаю купить, положить куда-то, пусть лежит. То есть, я на запас обожаю покупать. У меня элементарно, наверное, штук 15 тональных. Знаете, почему? Я не люблю, чуть закончилась, побежал, купил, побежал, купил. когда смотрела фильмы, с братом сидели, помню, перед Новым Годом. Мы ждали какие-то определенные фильмы. Это сейчас можно в ютубчик заглянуть и все-все посмотреть, когда душе твоей угодно. А тогда сидели и ждали. Когда же будет? Как удобно, вот реально. Вчера ногти делала. Вот, кстати, зацените, правда, фокуса нету. Смотрите, какие красивые ноготочки получились. Я сидела, делала ноготочки, смотрела сериал, потом пошла на кухню, обнаружила, что мама тоже смотрит этот же сериал в Блигинте, не сериал, а фильм. И мы с ней не договаривались, что мы будем смотреть его. О чем я говорила? потеряла мысль, что я делала ногти. Я обнаружила, что несколько цветов у меня уже испортились. Видимо, у них есть срок годности. они как-то испортились. Вот вы не поверите, был в баночке гель-краска. Я ни разу не делала маникюр. Ни разу не делала покрытие с этим цветом. Потом вдруг я смотрю, что баночка пустая. Ну, почти пустая, там на дне чуть-чуть. Куда делся, я понять не могу. Если у вас тоже так было, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Наверное, как-то испаряется он. Возможно, время от времени нужно перемешивать цвет. В одну сторону ушел. просто прозрачный гель в другую сторону. И получается, он испарился, можно сказать, на 90%. Осталось совсем чуть-чуть на дне. Поэтому закупаться, конечно, надо, но надо учитывать еще и сроки годности. Ну, вы знаете, гель-лаки, если даже они будут портиться, я все равно, наверное, куплю штук 20 разных цветов. Потому что у меня должен быть выбор. Я же не могу взять один гель-лак и пользоваться им до конца дней, когда закончится он. То есть, каждый месяц мне хочется разный цвет. Я наелась, мои хорошие. Было очень вкусно. Если вы до сих пор кушаете, то приятного аппетита вам. Всех люблю, целую. Не забывайте подписываться. Мне будет безумно приятно. Всем пока!